Восемь вечера в Украине на интере итоговый выпуск новостей. Подробности в студии Натальи Берышева. Смотрите в выпуске. На Кернеса покушались. Стрелял снайпер. Наши версии. Стерилизуют сказки. В Москве переделали Чиполина. Чего бояться? Новые санкции для кремлевских чиновников. Век Америки не видать. И Путину тоже? Попытка номер три. На утренней пробежке Геннадий Кернес был ранен выстрелом в спиру. Его прооперировали. Подробности знает Лидия Калинина. После сюжета будет включение с ней. Это был его привычный утренний маршрут. Вдоль Белгородского шоссе на въезде в Харьков Геннадий Кернес бегает каждый день. Но сегодня на этом месте тренировку прервал выстрел. Стреляли в Кернеса из лесопосадки вдоль трассы. Предположительно снайпер находился за деревьями на противоположной стороне дороги. Чтобы удобнее было целиться слева прямо в сердце. Само оружие на месте происшествия не нашли. В больницу Кернеса привезли без сознания. Операция длилась два часа. Пуля попала в спину, прошла на вылет, но задела жизненно важные органы, в том числе печень и легкое. Харьковский мэр на грани жизни и смерти. Самый вопрос, который больше всего хирурги не любят. Мы не можем ответить на этот вопрос. Господь решается. Кровотечение все остановлено. С шоком борются врачи-ренематологи. Ну в общем-то в этой ситуации все, что возможно, сделано. Весь день на месте происшествия работали правоохранители. С собаками обыскивали лес. Приехали также саперы. По предварительным данным, в зарослях нашли взрывчатку. На месте построву была найдена еще и закладка. Чему мы не спрацвали, это питание мы думаем. Возможно, был расчет на то, что Кернес побежит не по трассе, а по проселочной дороге, ближе к лесу. Есть уже определенные, так сказать, обнаруженные на месте происшествия следы там, где в него попали, следы крови. Врагов у градоначальника было немало, но чьих именно рук это дело пока не говорят. Есть факт огнестрельного ранения. Факт. Попали, шел, сбежал, плыл, неизвестно. Взяли, выстрелили. Вот и все. Лежит на операционном столе. Если бы я знал, кто это мог сделать, я бы стоял сегодня не с вами, а держал бы свои руки возле горла того, кто это пытался сделать. Но, к сожалению, я тоже себе заду этот вопрос. Версии, куда мог скрыться преступник правоохранители, пока не озвучивает сам Кернес в искусственной коме. Выведут его из этого состояния не раньше, чем через сутки. Лидия Калинина, Александр Яновский, телеканал Интер, Харьков. Лидия Калинина сейчас с нами на связи. Здравствуй, Лида. По версии МВД, мотив покушения на Кернеса – месть за его противодействие сепаратистам. Что ты можешь нам об этом сказать? Добрый вечер, Наталья. Да, действительно, МВД уже ближе к вечеру озвучили основную версию. Это месть сепаратистов. Напомню, сегодня ночью здесь, возле памятника Ленина, милиция разобрала лагерь сторонников федерализации. Там нашли бутылки с коктейлями Молотова, битые, взрыв-пакеты. И задержали 13 человек. А до этого Геннадий Кернес, напротив, обещал им всяческую поддержку. И сцену на площади поставить, и аппаратуру звуковую усилительную привезти. И свои обещания не выполнил. Вот версия такова, что все-таки это дело рук кого-то из них, но вряд ли конкретно этих людей. Над ними, скорее всего, стоит кто-то более сильный. Это, опять-таки, я озвучиваю не свои мысли, а версии правоохранителей. К тому же, это может быть связано с майскими праздниками, которые грядут на них. Пророссийские митингующие уже давно обещали массовые акции протеста. А Геннадий Кернес, каким бы он ни был, но все же в городе был хозяином. И что будет теперь в Харькове в эти дни без градоначальника, остается только догадываться. Хочу добавить, что это уже четвертое покушение на мэра. Первое было в 2004 году. Тогда взорвали в центре города, у дома, где живут его родные, взорвали его машину. Это было рано утром, поэтому обошлось без жертв. Тогда задержали сейчас, ныне известного во всей стране, директора, хозяина бойцовского клуба «Оплот» Евгения Жилина. Два года он провел в СИЗО, но после его оправдали. Позже целых два покушения было на мэра в 2007 году. В январе возле гостиницы «Националь», где его постоянный офис, взорвался взрыв-пакет с шурупами. А в июне также взрыв-пакет, взрыв прогремел уже возле горсовета. Тогда никто не пострадал, до их задержанных, собственно, не было. Это уже, получается, не третье, а четвертое покушение на Кернеса. Сейчас мэр все еще в тяжелом состоянии. Он потерял полтора литра крови. И сейчас врачи говорят, что, возможно, ко всем прочим травмам у него еще задет позвоночник. Но точно они сказать пока не могут, потому что он остается в искусственной коме. И пока стараются его не трогать. Мы будем продолжать дежурить возле больницы. Там собираются и соратники мэра, и его родственники. Я надеюсь, что, когда состояние Кернеса стабилизируется, они будут более разговорчивы и согласятся обсудить с нами еще возможные версии. Наталья. Спасибо, Лида. Лидия Калинина с последними новостями из Харькова. А вот как комментируют политологи покушения на Геннадия Кернеса. И пророссийсконаристованные люди, или, возможно, даже спецподраздели Российской Федерации могли быть задействованы для того, чтобы, скажем, в такой способ вырешли вопросы для расчищения поля, для так называемых самозванцев, губернаторий и так далее. Ну, это явно невыгодно центральной власти, потому что вся местная элита, она была заточена на Кернеса и Добкина. Скорее даже на Кернеса. Михаила Добкина не пустили в Херсон. Сегодня он прилетел в город агитировать, но местная украинская самооборона выставила автомобили и перекрыла все выезды из аэропорта. Кандидат даже не стал выходить из самолета, опасаясь муки, яиц и зеленки. Добкин 20 минут просидел в лайнере, а потом развернулся и улетел в Харьков. Весь этот кандидатский набор принял на себя экс-губернатор Херсонской области регионал Николай Костяк. Приехал в аэропорт встречать Добкина. В Донецкой области двое военных получили ранения в результате взрыва самодельного устройства. Один умер по дороге в госпиталь. О событиях сегодня в Донецкой области в сюжете наших корреспондентов. Город Константиновка полностью под контролем сепаратистов. В 6 утра группа террористов, вооруженных автоматами, без единого выстрела зашла в здание городской милиции, а уже через час в горсовет. Боевики мобилизовали местных пророссийски настроенных и они принялись строить баррикады. Если надо, давайте вас вооружу. Ну так платите, давайте, оно же денег стоит. В 9 утра боевики обстреляли из автомата внедорожник бывшего руководителя городской ячейки фронта «Змин», который проезжал мимо захваченного здания мэрии. Он сам находился за рулем и, несмотря на пробитые колеса, сумел скрыться. В милиции отрицают факт перестрелки и с пониманием относятся к захватам. Они не, скажем так, противодействуют, они находятся в помещениях, но работе не мешают ни милиции, ни горосполкома. Ну и самое главное, что во время всех этих мероприятий стрельбы не было, жертвы пострадавших нет. В реке Торец возле Славянска нашли тело еще одного мужчины. Его пытали и убили точно так же, как горловского депутата Владимира Рыбака и студента Юрия Поправка. В СБУ подозревают, что это дело рук террористов Безлера по кличке Без и Игоря Стрелкова по кличке Стрелок. Как оказалось, настоящее имя последнего – Игорь Гиркин, гражданин России, офицер ГРУ. Хотя сам он не раз называл себя представителем Донецкой самообороны. По информации СБУ, именно Гиркин руководит диверсионной операцией в Донецкой и Луганской областях. Востанно легально он перетнул украинский кордон 26 лютого 14-го года. Я думаю, всем вам доброе уведомиться. Это дата, именно в этот день, было захопление Крымской Верховной Ради, что стало початком анексии Певострова. Мы проводим свое расследование в отношении этого человека, и завтра оно будет в эфире. А сегодня стало известно, что в Донецке исчез волынский журналист. Сергей Шаповал готовил серию публикаций о сепаратистах для местной газеты. Работал под прикрытием. Из Харькова он переехал в Донецк. Последний раз, по словам жены, Сергей звонил родным в субботу около трех дня. После этого на связь не выходил. Вчера, близко пяти часов, я написала заявку в СБУ с формулированием, что человек находится в руках террористических групп. В 5 часов вечера проукраинские активисты сформировали колонну для автопробега по улицам Донецка. Около двух десятков авто с государственными флагами стартовали от стадиона «Шахтер». Мы живем в украинском городе, все жители, все граждане Украины, кто здесь собрался, поддерживаем целостность Украины, мир в Украине. Боимся молчать, для того, чтобы отстоять свой город, свою страну, свою родину. И не хотим, устали молчать. Молчали все 23 года. Сепаратисты не решились нападать на автоколонну, а вот тем, кто собирался сегодня вечером участвовать в пешем марше под национальными флагами, угрожали расправой. Алена Центила, Донецкая область, подробности, телеканал Интер. Сейчас на связи со студией наш корреспондент в Донецке Руслан Смещук. Руслан, здравствуй. Что происходит в Донецке в эти минуты сейчас? Наталья, добрый вечер. Увы, марш за единство страны закончился кровавым побоищем, массовыми драками провелась кровь. Все началось с того, что около тысячи сторонников единства страны построились в колонну и двинулись маршем по центру Донецка. Причем в этой колонне были не только жители Донецка, но также были и жители других городов области. Их охраняла милиция, достаточно много милиции, плюс несколько сотен бойцов внутренних войск. При этом сами митингующие участники марша изначально были настроены на максимально мирную акцию. Я предлагаю послушать комментарии участников этого марша. Единая Украина. Мы за единую Украину. А вам не страшно, потому что мы анонсировались? Нет, нам не страшно. Пришел с идеей отстаивать свои права, права украинца. Люблю свою страну, поэтому вышел сказать о том, что хочу жить в ней дальше. Но, увы, еще вот с утра в благосфере появились обращения сторонников так называемой Донецкой Народной Республики к своим симпатикам с призывами силовым образом противодействовать этой акции. И действительно, через 15 минут после начала марша несколько сотен людей в масках, вооруженные дубинами и щитами с символикой Донецкой Народной Республики, пригородили ход колонны. Колонни начали забрасывать людей самодельной пиротехникой, а также дымовыми гранатами и дымовыми... газовыми гранатами, прошу прощения, дымовыми шашками. Потом завязалась рукопашная. Это была очень масштабная драка. Кровь провелась как с одной стороны, так и с другой стороны. Вполне возможно, что сторонники ДНР избивали друг друга. При этом бойцы внутренних войск пытались выстроиться между одной и другой стороной, прикрыть украинских патриотов. Но так как сторонников ДНР было гораздо больше, они атаковали со всех сторон. Милиция ничего не могла сделать. Они только выхватывали отдельных женщин с украинской национальной символикой и прятали их в своих служебных автомобилях, чтобы не допустить избиения. И я предлагаю посмотреть фрагмент видео, что называется, без комментариев, что там происходило. Фрагмент видео, что там происходило. И после 10 минут вот такого избиения, причем на наших глазах людей валили и добивали ногами, там 10 человек могло добивать одного лежащего украинского патриота. Вот после этого активисты с символикой, вернее люди в масках с символикой ДНР, сепаратисты рассеяли украинских патриотов по окрестностям. Люди прятали национальную символику, чтобы уберечься от избиения. И на данный момент люди в масках, сепаратисты продолжают небольшими группами бродить по центру, выкрикивая оскорбительные реплики в адрес украинских патриотов. Вот что мы можем сообщить о несостоявшемся марше за единство Украины в Донецке. Студия. Спасибо тебе, Руслан, за такой подробный рассказ. Руслан Смещук из Донецка. В Луганской области сегодня украинский флаг на здание администрации поменяли на российский. Из-за овощей. А школу милиции, где собирались проходить подготовку проукраинские добровольцы, блокировали. Подробнее наши корреспонденты. В 20 километрах от Луганска местные жители блокировали школу милиции, в которой должны были пройти обучение несколько добровольцев луганчан из подразделения «Тимур». Считается, что это проукраински настроенная организация и защищает жителей города. Два десятка парней из подразделения прибыли в счастье для прохождения спецподготовки, однако уже встретили там пикет. Завязалась драка, после чего парней эвакуировали по заявлению местной милиции силы правопорядка. Сам же руководитель подразделения «Тимур» Юлдашев, по-видимому, оказался в руках митингующих в эксправлении СБУ. Его допрос выложили в интернет. На кадрах видно, что Юлдашев, похоже, избитый, у него связаны руки. Единственная моя задача – это вести порядок против Луганска. Не допустить кровоправления, потому что, если вы понимаете, то все это именно для этого. В 35 километрах от столицы области, в станицу Луганской, был митинг. Все началось с вопросов овощеводства. Местные жители выращивают овощи и продают их сами в соседней России. От 150 до 600 человек, по разным оценкам, собрались перед зданием районной власти. Требовать упрощения правил провоза своего товара на соседнюю российскую территорию. Однако вскоре на здании администрации появился российский флаг. Вместо украинского глава района публично заявил о своей отставке. Митингующие отправились к украинской воинской части, неподалеку, в поселке Красная Таловка. Когда площадь перед станично-луганской райгосадминистрации опустела, российский флаг все еще оставался на флагштоке. Съемочная группа подробностей никого из руководства района на рабочих местах не застала. Геннадий Вивденко и Игорь Антонюк. Подробности в телеканале Интер из Луганска. Новые российские невыездные и среди них знаковые лица. Какие санкции против кого и где, знает София Гордиенко. Личная амбиция одного человека дорого обходится его ближайшему окружению. Хотя, положа руку на сердце, в списке санкций США и Европы до сих пор не было особых впечатляющих фамилий. Даже Барак Обама сегодня на Филиппинах признал, пора подумать об ужесточении мер. Если продолжится российская агрессия в отношении Украины, будут санкции, которые затронут банковский сектор и оборонную индустрию. И вот сегодня список пополнился еще одним узнаваемым лицом. Санкции могут быть более строгими. Вас это не тяготит или вам все равно? Слушайте, никто не будет доволен, попав под санкции, но они ничего не изменят. Господину Пушкову, председателю Думского комитета по международным делам, который любит рассказывать во французских СМИ о разгуле фашизма в Украине, теперь попасть в Соединенные Штаты станет трудней. Он составил компанию другому одиозному коллеге Дмитрию Киселеву. Еще одно новое имя в списке – Игорь Сечин, зампред Российской Федерации и ближайшее доверенное лицо Путина. Также опубликован список из более чем десятка фирм и предприятий, которые отныне не смогут вести деятельность в США. Кстати, реакции Европы любой маломальски значимый российский бюрократ боится много больше, ведь здесь у него и домишко на Лазурном берегу, и счет в банке, открытый на супругу. Но ЕС опубликует свой блэк-лист лишь поздно вечером. В общем, кремлевским бонзам и их семьям будет чем заняться сегодня, рассматривая, исписанным мелким шрифтом, вестник Европейского Союза. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интер. Брюссель. Повлияют ли санкции США на Россию? Взывает сомнение не только у Обамы или у Ходорковского, который говорил вчера об этом в Донецке, но и у одного из кандидатов в президенты. Такая військово-политичная напруга, которая сегодня есть в суспільстве, естественным чином ее санкциями не занята. И я уверен, что и президент Америки говорит, что он не уверен, что ваши санкции подеют. Поэтому только переговорами, несколько раундов, с конкретными протоколами, с конкретными обязанностями, с обеих сторон, тогда это будет мотивироваться. А насколько активны были сегодня другие кандидаты, смотрите в нашем президентском забеге. Порошенко встретился с делегацией Европарламента. Говорили о президентских выборах и возможном одном туре. Для Украины сейчас очень важно провести президентские выборы. Они должны прийти свободно и честно. Мы будем делать все, чтобы Украина была сильной, чтобы Украина была способна себя защитить, чтобы выборы прошли. Мы сделаем все, чтобы, возможно, выборы прошли в один тур. Олег Ляшко был в Луганской области, утверждает, с сепаратистами ни о чем договариваться нельзя. А еще поведал подробности похищения своего однопартийца Тимура Юлдашева. Сегодня, в понедельник, остальные кандидаты в президенты, напомним, их 23 были не особо активны на электоральной ниве президентского забега. Известной белорусской группе Ляпи Струбецкой могут запретить выступать в России. Депутат от ЛДПР Роман Худяков попросил генпрокуратуру дать оценку высказываниям лидера коллектива во время одного из концертов. Сергей Михалок выкрикивал «Живе Беларусь! Слава Украине!» Недовольных же зрителей называл имперскими имбецилами. А кроме этого в Москве переделали знаменитого Чаполина Джани Радари. Как и зачем, расскажет наш Сапкор в Москве, Вениамин Трубачев. Музыкальную сказку, приключения Чаполина поставили в театре «Содружество актеров Таганки». Представление идет с большим успехом. Дети в восторге от такого костюмированного шоу. А вот родители обратили внимание, постановка существенно отличается от того, что они видели в детстве. Как известно, в книге Джани Радари отца Чаполина отправляют в тюрьму за то, что он нечаянно наступил на ногу принцу Лимону. Молодой человек устраивает революцию и освобождает своего родителя. В современной российской версии никаких переворотов не происходит. Принцу идут на поклон, он отменяет свои указы и продолжает править. Я припоминаю, что он несчастного, который наступил мне на ногу. Как знаете, я на него совершенно не сержусь. И если он не бандит, то его не нужно сажать в берегу. Такую необычную трактовку произведения режиссер Екатерина Королева объясняет тем, что боится революции. А перемены, считает она, должны быть в психологии. Это касается не только правящего класса, но и рядовых граждан. И для этого в спектакле народу вовсе не обязательно стрелять и захватывать замки. В интернете уже появились язвительные комментарии. Особенно активные люди на сайте театра пишут. Путин боится революции, из-за этого и порезали концовку. Или вот, приехали благородные фрукты, остаются фруктами, а тупые овощи – овощами. Произведение «Приключения Чиполина» стало очень популярным еще в СССР. И в отличие от нынешних времен, зрители могли узнать, как все происходило на самом деле, в авторском варианте. Вениамин Крабачев и Олег Неведомский. Подробности. Российское бюро телеканала «Интер». Москва. Газ будет. Реверсом его планируют поставлять из Словакии. Около 8 миллиардов кубометров. Меморандум об этом подписали сегодня, заявил премьер-министр Арсений Яценюк. С российским газом тоже решили разобраться. Кардинально. Выдвинули условия вернуть цены, установленные на начало нынешнего года. Это 268 долларов за тысячу кубометров. И отменить некоторые пункты договора. Если «Газпром» согласится, тут же погасят долг. Два с лишним миллиарда долларов. Если нет, Украина подаст в Стокгольмский арбитражный суд. На раздумья у Москвы. 30 дней. Мы продолжаем программу. И вот что у нас во второй части. В хорошей форме номер два. Итальянский фитнес-тренер загнал клиентку в гроб. Молодые британцы живут в элитных квартирах в центре Лондона. Бесплатно. Ричард Гир в мусорном баке разжился пиццей. Что искал на самом деле и кто его нашел? В центре Лондона заселяют бомжи. Но не те, к которым мы привыкли, а какие, знает Оксана Кундеренко. Большое здание в центре Лондона легко перепутать с соседними офисами, сдающимися в аренду. С виду контора, а внутри уютный жилой дом. Правда, раньше здесь была танцевальная студия и фитнес-центр. Привет! Заходите внутрь. Дэвид и еще девять соседей поселились тут почти год назад. Платят в четыре раза меньше, чем обычно. Кроме уборки и хозяйственных дел, в обязанность жильцов входит охрана помещения. Что-то вроде консьержа. Для меня огромная привилегия занимать комнату в сто квадратных метров с высокими потолками в самом центре города. Такие помещения считаются жильем премиум-класса. Одна из проблем пустующих зданий в том, что их частенько захватывают сквоттеры, незаконные поселенцы. Выдворить захватчиков из обжитого дома крайне сложно, виной всему юридические заковыки. И ее владельцы очень обеспокоены, что это может привлечь незаконных жильцов в их здания. Они хотят защититься от них. В результате появился целый бизнес, основанный на охране коммерческого жилья. Руководит бизнесом Артур Дюк. Он расселил уже 300 жильцов. Еще две тысячи в списке ожидания. Не берут, правда, студентов, молодых родителей, тех, кто держит животных или любит шумные вечеринки. Всех честно предупреждают, в случае чего будьте готовы съехать в течение двух недель. Мы принимаем только молодых профессионалов, у которых есть работа. Удивительно, какие люди откликаются. Юные адвокаты, врачи, сотрудники госструктур. Вот и Дэвид, начинающий театральный режиссер. Его зарплата позволяет разве что в пригороде снять жилье. А так, в паре шагов от дома, вся бурная жизнь мировой столицы. Музеи, рестораны, театры и пабы. В общем, тот самый Лондон, который изображают на открытках. И который стоит так много возможностей для молодых и перспективных. Согласен потерпеть небольшие неудобства. Оксана Кундеренко и Сергей Дубилин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Пришли иллюстрировать аквариумных рыбок в Киев-Горстрое. Крупнейшей строительной компанией Украины. Какие чиновники за этим могут стоять и чьи бизнес-интересы они отстаивают. Подробнее и нажмут. Группа, примерно из 30 мужчин, к зданию Киев-Горстрое пришла утром. И прямиком к входной двери. Охрана не пускает, драки не было, но потолкались. А то кихо! Раз! Вылетят! Вылетят! Пролетают! Утреют! Соберпись туда с ним дорогу! Неделю назад в МВД сообщили, в компании процветала коррупция. Присвоено больше миллиарда гривен, проводится расследование. Этим свой приход и объяснили неизвестные. Мол, как киевская община, хотят руководство компании призвать к ответу. А еще увидеть роскошный аквариум, якобы купленный за 200 тысяч гривен. Один представился как представник люстрационного комитета, один как представник автомайдана. Хотели подивиться на какие аквариумы. Я не знаю на какие. У нас такого аквариума нет. В здании мужчин пустили, провели экскурсию, аквариум не нашли. Но руководство компании уверяет, дорогие рыбки и следствие только предлог. Да и в люстрационном комитете доверили. Я никого до Киев-МВД не від села. Бывают люди, которые просто потребуют каких-то посад, каких-то грошей. И они под выглядом люстрации пытаются это отжать. Киевгурстрой – крупная строительная компания Украины. Ее пытаются захватить, считает президент Киевгурстрой Игорь Кушнир. Подозревает к делу причастен замглавы администрации президента Андрей Сенченко. Вот заявление Кушнира на официальном сайте. Все это происходит после того, как ранее построенный в Крыму бизнес Сенченко сегодня стал неактуальным. Поэтому он пытается сделать определенные шаги по захвату бизнеса в Киеве. Но на Банковой своя версия. Там на сегодня окопалась команда, такая глубоко эшелонированная, имеющая и смотрящих, и кураторов, имеющая серьезную информационную поддержку. Киевгурстрой – общество акционерное. 80% акций принадлежат территориальной общине Киева и управляются столичным гурсоветом. На прошлой неделе в Киевсовете секретарь Галина Гирега подписала поручение изменить состав наблюдательного совета Киевгурстроя и прислала список своих трех кандидатур. В компании со списком ознакомились и уверяют – кандидатуры выбраны неспроста. Один из представителей масс-медиа говорил, что он представляет ТРК «Социальная Украина». И именно в новую наглядную раду он предназначен директор своей телерадиокомпании. Коллектив Киевгурстроя со всем происходящим попросил разобраться в Генпрокуратуру, а завтра планируют пикетировать администрацию президента. Намерены лично спросить у Андрея Сенченко. Давал ли он указание Киевскому гурсовету менять состав наблюдательного совета, какой у него бизнес был в Крыму и отстаивает ли он чей-то бизнес-интерес в деле компании «Киевгурстрой». Инна Шмут, Никита Исайко, Сергей Еременко. Подробности телеканал «Интер». А вот комментарии экспертов, которые разбираются в конфликтологии украинского бизнеса в связи со сменой власти. Андрей Сенченко имеет какое-то определенное отношение к бизнесу. И учитывая традиционно складывающиеся экономические отношения в нашей стране, то понятно, что где-то убивает, где-то должно пребывать. На жаль, и сейчас, как и в иншие периоды, когда у нас менялась влада, что-то подобное происходило. Если пан Сенченко так и делает, то я думаю, что это рискованно с его стороны. Через некоторый час может появиться новый президент, который может иначе смотреться на такие события. 22 человека пострадали, половина детей. В Киеве грузовик, груженный песком, поворачивая на красный свет на высокой скорости, врезался в троллейбус. Его отбросило на тротуар, а салон засыпало песком. В это время в нем находились около 100 человек, в том числе учащиеся двух классов. Дети 7-8 лет. По одной из версий, у грузовика отказали тормоза. Антибиотики уходят в историю. В защитника Баварии Дани Альверса бросили бананом, а малолетний узбекский террорист призывает сирийских повстанцев не сдаваться. Об этих и других событиях смотрите в нашем обзоре. Несовершеннолетний узбекский террорист выложил в сеть видеообращение после ожесточенной схватки с сирийскими войсками. Парень, позируя с автоматом в руке, дает оценку боевым действиям. Несмотря на ранения и потери со стороны повстанцев, он призывает сражаться до конца. Скоро в домашней аптечке антибиотиков не будет. Большинство бактерий уже приобрели к ним устойчивость. В ответ медицинская инженерия будет программировать клетки иммунитета. Теперь бактерии и киллеры будут уничтожать инфекцию по наводке без вреда для здоровых клеток. В первую очередь станет легче желудочно-кишечному тракту, который страдает от антибиотиков больше всего. Открой личико, Фатима. Суд в Баварии запретил мусульманской школьнице носить религиозную накидку в учебном заведении. 18-летняя ученица пожаловалась. Ее выгнали с урока из-за того, что она отказалась снять никак. Но суд встал на сторону школы, заявив, что накидки мешают невербальному общению, важному в процессе обучения. Фитнес убивают не только килограммы. Виталий в тюрьму попал тренер. Он в буквальном смысле до смерти загонял клиентку. Сердце Моники Морисан не выдержало после четвертого занятия. Убийственным фактором стал продолжительный сеанс сауны после интенсивной тренировки. Инструктор отсидит год и три месяца в тюрьме. Защитник Барселоны Дани Альвес принял результативную фруктовую передачу от неизвестного болельщика. Перед выполнением стандартного углового удара в сторону футболиста с трибун полетел банан. Альвес довольно необычно отреагировал на российскую выходку. Он буквально съел брошенное ему оскорбление. В Нью-Йорке Ричарда Гира приняли за бомжа на съемках фильма о бродяге. На центральном вокзале к мужчине, который рылся в мусорном баке, подошла туристка из Франции и угостила пиццей. Не выходя из образа, актер сказал «Спасибо, да благословит вас Господь». О том, что это был сам Ричард Гир, сердобольная француженка, узнала позже из прессы. День катастрофы и героизма в Израиле. Именно в этот день началось восстание в Варшавском гетто. Сегодня вспоминают джерц в холокоста. Йом-ха-шуа, так называют эту трагедию в Израиле. Подробнее Сергей Ауслендер. Он убежденный атеист, но вполне серьезно полагает, что только божий промысел спас его в том аду, в Бабьем Яру. Ему было 6 лет, когда в Киев пришли немцы. От поезда, который должен был эвакуировать семью, они отстали и вернулись домой. На следующий день всех отправили в Бабий Яр. Михаила и старшего брата Гришу отобрали для медицинских экспериментов, а маму с младшими Володей и Кларой убили. Первый день, это 29 числа, они всех гнали. В Яр на расстрел. А 30-е уже поняли, что надо кому-то и убирать это место расстрела. Надо оттаскивать трупы, забрасывать, защищать. Они, в основном, начали отбирать крепких молодых ребят, мужчин, красивых женщин молодых для бардаков. Потому что надо же солдатам. И детей для экспериментов. В то, что было дальше, не хочется верить. Нечеловеческие, изуверские эксперименты в детском лагере. Ребят часами держали на сильном морозе раздетыми. Врачи потом учились на них лечить обморожение. Когда начали ноги отогреваться, в теплую воду надо было поставить ноги, чтобы они отогрелись. Это была такая боль. Говорят, что-то есть. Это зашпоры. Брат заменил ему родителей. После войны они разыскали отца. И так собралась половина их семьи. Мама, трехлетняя Клара и четырехмесячный Володя навсегда остались в бабьем Яру. Мелочи какие-то. Запомнились на всю жизнь. А маму не помню. Отширно память. И все, хоть ты меня убей. Клару помню. А вот маму и Володю не помню. Этот день в Израиле особенный. Вспоминают тех, кому страна обязана самим своим существованием. Страшный геноцид, одно из самых массовых убийств в истории сейчас тщательно изучают. На примере погибших и выживших. 11-летний Сема Перский эмигрировал с родителями в Палестину. И сейчас он Шимон Перес, отец-основатель, нобелевский лауреат, президент государства Израиль. Могло быть и по-другому. В 1942-м немцы сожгли всех евреев деревни Вишнево в синагоге. Среди погибших был и местный раввин, дед будущего президента. Кто родил этих убийц? Кто их воспитал? По человеческим понятиям нет ответа на этот вопрос. Сегодня мы обязаны помнить и хранить память о пережитом ужасе для будущих поколений. В мемориальном зале Ятва Шема уцелевшие узники лагерей и гетто зажигают шесть факелов. В память о шести миллионах мужчин и женщин, стариков и детей, погибших в пламени Холокоста. А по всей территории страны звучит сирена и на одну минуту жизнь в Израиле останавливается. В истории есть такие слова, как «Заслучается трагедия. Остановись ненадолго и задумайся, какая лично твоя вина в том, что это произошло». Главный смысл вот этого обычая в том и заключается, что мы все должны остановиться, отвлечься от повседневности и задуматься, как же так стало возможным, что в середине просвещенного 20 века цивилизованные люди совершили одно из самых страшных злодеяний в человеческой истории. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. В США разгорелся российский скандал, такой, что даже Обама не смолчал. Подробнее расскажет Надежда Дерманская. Грандиозный скандал сотрясает святая святых американского баскетбола, NBA, Национальную баскетбольную ассоциацию. В центре оказался владелец клуба Лос-Анджелес Клипперс Дональд Стерлинг. Один из таблоидов выложил в интернет запись его разговора с подругой, во время которого миллиардер очень некорректно высказался в адрес афроамериканцев. В 10-минутной записи Дональд Стерлинг на повышенных тонах общается с моделью по имени Стивиана. Он взбешен, девушка выложила в сеть свой снимок со звездой баскетбола Мэджиком Джонсоном. Стивиана, к слову, наполовину мексиканка, наполовину афроамериканка. Меня очень беспокоит, что ты хочешь демонстрировать свое общение и связь с черными людьми. Не нужно проводить его на мои игры. Против Дональда Стерлинга уже ополчились правозащитники, темнохожие звезды спорта и музыканты, даже игроки его собственной команды. Накануне, в знак протеста, они сняли форму с логотипом клуба перед началом игры. А вот легенда спорта Мэджик Джонсон, упоминаемый в записи, прокомментировал высказывания баскетбольного функционера так. Когда я услышал это, сильно расстроился. Такое непростительно для человека, который владеет командой. Тем более он и в прошлом позволял себе подобные высказывания. В НБА высказывания владельца Клипперс сочли оскорбительными, пообещали изучить запись и провести тщательное расследование. В общем, скандал замять не удалось, новость дошла до Белого дома, ее прокомментировал президент Барак Обама. Когда высокомерные люди хотят продемонстрировать свое главное качество, то ничего нельзя сделать. Нужно, чтобы они выговорились, а после этого понесли наказание. Адвокат девушки уже заявил, что она к публикации записи не имеет никакого отношения. Сам фигурант этого скандала, 80-летний миллиардер Дональд Стерлинг, этот разговор тоже пока никак не комментирует. Накануне он, что очень большая редкость отсутствовала во время игры своей команды. Надежда Дерманская, Юрий Романюк, подробности США. Мы постоянно обновляем информацию на нашем сайте, подробности UA, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи на Интере.